всем привет дорогие друзья сегодня мы приехали с вами вернее не приехали а пришли в магазин векси многим конечно интересные цены в магазинах что можно купить по какой стоимости какие продукты продаете наши давайте вместе с вами зайдем и посмотрим пирожки разные и булочки и все на свете все есть я слышала когда в россии у нас было что якобы в таиланде хлеба нет хлеба булочных изделий вам полно этого хлеба хлеба булочных изделий но здесь такой климат что реально хлеба не хочется вот реально только на завтрак я ем хлеб а больше хлеб я и не ела что вот это у нас за отдел это отдел с гренками это понимают нас такого нет смотрите нарисованы греночки и вот они с чесноком 35 бат 70 рублей даже хочется попробовать что это такое да написано little farm видимо на на маленький хлебный это что такое по 35 бат спицей такие ну в общем очень очень много с разными вкусами таких вот сухариков греночек смотрите даже в индивидуальной упаковке внутри все представляете по маленькой со вкусом яйца что ли или грибов нарисованы яйца и грибы среди такие сэндвичи малюсенькие 30 бат такие стоит 60 рублей есть тортики очень много охлажденных вот этих вот продуктов господи лапы куриные 30 бат 60 рублей сэр и кстати у нас на завтраке сыров нет сыр здесь стоит он 72 по то 150 рублей где-то упаковка сыра все все продукты намного намного дешевле чем у нас в россии так куриная грудка стоит 57 бат 57 бат но где-то 120 рублей стоит куриная грудка куриные эти окорочка 65 бат это 130 рублей сосиски местные сушки есть не с утра с таким удовольствием ела сосиски сейчас я на них смотреть не молочит мне потом прям было плохо после этих сосисок вот это вот колбаска которая везде лежит в сэвана дым которого можно разогреть 55 бат ну и оксана с юрой с придыханием рассказывают наверное отправить это дел что здесь можно себе все выбрать и разогреть смотрите мы вчера есть на рыбный рынок где клетки были еще ползали живые здесь креветки замороженные но не вареные 249 бат стоит то есть это получается 500 рублей и мы вчера тоже по моему по 200 или по 250 покупали но только мы покупали таких свежих здесь они заморожены и я так понимаю что их здесь можно приготовить то есть можно выбрать рыбу сказать чтобы вам ее приготовили вам ее приготовят вот такая вот какая-то рыба 175 бат 145 бат и юра прям с придыханием рассказывает что очень-очень вкусно вот здесь тоже рыбка лежит вся во льду вот наверно кальмар скорее всего 99 бат 105 бат 200 рублей здесь в упаковочках продаются креветки уже вареные во льду но уже видеть цвет какой 173 бат за упаковку вот это уже цены идут за упаковку ну а это по всей видимости семба наверное да норвежская семба она стоит дорого 1445 так считайте 1450 до 2 800 9 суши можно купить не хотите если в кафе идти вот они уже готовые суши продается идем с вами дальше мне даже самой так знаете любопытно так интересно всегда делать какие-то обзоры когда ты сам никогда здесь ни разу не был ничего не видел не знаешь вот смотрите суши 115 бат я причем когда зашла в магазин есть не хотела абсолютно а сюда зашла и прямо не так что-то уже хочется купить попробовать вот здесь масса местных конфеток 69 бат этот по моему какие-то мятные конфетки я про них слышала 70 140 рублей вот за такой пакете а вот это фрукты сушен а вот это дуриан 60 бат 120 рублей дуриан на конфетки из дуриана скорее всего вот здесь какая-то прям большая упаковка с дурианом от 100 700 бат 1400 то ли чипсы из дуриана наверное скорее всего что-то такое соусов великое великое множество рис смотрите какими упаковками продается рис 169 бат стоит вот такой прессованный килограмм здесь риса что ли 169 бат стоит 70 340 рублей слушайте как же здесь удобно переводить на 2 всего лишь нужно умножать на 2 и это шикарно я буду давайте останавливаться там где вот что-то такое интересное необычное то чего у нас нет вчера руслан хвалил 7-eleven какие-то кукурузные палочки вот очень-очень вкусные кукурузные палочки продаются здесь а вот это что а это рыба сушеная кстати 636 бат вот такая вот большая упаковка сушеная рыба а вот это вот видимо наверно для китайцев продается потому что у нас в отеле тоже такие штуки есть 72 бата 150 рублей вот видите в каком количестве у них товар есть как на русских рассчитанных да ну то есть на европейцев и так же и на китайцев тоже очень-очень много еды очень-очень-очень много молочных изделий разных йогуртов йогуртов каких только здесь нет такие вот шоколадные йогурты по 27 бат это 54 рубля такие вот молочные напитки где-то йогурт а где-то молочные напитки по 25 бат 50 рублей смотрите что же у них за подсветка вот так вот идешь нормально все подходишь к там где к свету прямо одно моргание сплошной лампочкой вот что такое то все сушеная какая-то рыба продается 45 69 55 бат прям что-то прямо здесь вообще что-то такое наверно весь отдел посвященный каким-то сухим продуктам запах здесь вот это манго сушеная манго 399 бат это 800 рублей 800 рублей конфеты здесь тоже разные сушеные а ну вот они повторяются что там лежало что здесь лежит тоже дуриан в пакетиках манго как же люблю манго и сушеный такой 150 300 300 бат стоит манго представляете здесь какое сокровище рядом с нами ездить никуда не надо когда будешь уезжать пришел и набирать главное чтобы тебе багаж позволил все это провести а это что такое вот что это такое свит канталок за что легкое что-то легкое такое в этих таких свит сладкая наверно мангустин мангустин это вот эти вот типа лич или как они там называют ну да личи личи ну а что там внутри 5 не пойму сушеные тоже наверное сушеные фрукты посмотрите какое здесь количество этих разных сушеных фруктов абсолютно разных 300 рублей упаковка стоит сушеных конечно безусловно вести сушеные гораздо проще вес будет меньше здесь такие высушенные тоже точно такие же фрукты ананасы 130 бат манго 89 бат здесь не на конфеты какие-то с этим участием тут же отдел для китайцев я так думаю что это наверно для китайцев отдел все такая тематика все ярко красные эти конвертики красные по 30 бат такие на удачу конвертики на удачу но я думаю что для нас дал основном больше интересно такие разные сушеные фрукты сушеные смысле эти орехи допустим там посмотреть что-то такое ну чай у них здесь все уже вот этот вот европейский то есть как бы 249 бат причем он дорогой 249 бат это практически 500 рублей вот за такую упаковку чая дилма что-то дешево чай прямо у них видимо не распространен везут видимо издалека поэтому дорого кофе стоит 249 бат ну кофе наверно приблизительно такая же цена идем дальше здесь тоже очень-очень много разных сушеных фруктов только уже в баночках 65 бат вот здесь фирма нужно знать какой лучше фирма взять ну тут ну тут сахар соль вот какие-то интересные шняшки шняшки шняжные это то что любит мой муж это эти водоросли в смысле водоросли это морская капуста морская капуста чипсы из морской капусты какое здесь количество вот это вот андрею я привезу он очень любит а вот это видимо вот эти же водоросли но еще со вкусом дуриана с креветками со всем прочим и судя по такому количеству смотрите этот весь отдел это все вот эти вот водоросли я даже наверно сейчас возьму себе хочу попробовать со вкусом потому что я их тоже люблю но нужно угадать со вкусом 19 бат маленькая такая вот упаковочка стоит и китайцы которые это все рекламируют дальше уже идет сушеная рыба вот этот мне кажется интересный отдел тоже для наших потому что здесь разные орешки эти вот орешки это арахис с разными вкусами в обсыпке я вчера брала фисташки мне очень понравились с удовольствием их съела а здесь даже не знаю что взять что это такое с шоколадом что ли орехи какие-то 25 бат подсолнечника от очищенные эти семечки подсолнечника 75 бат 75 бат так ну какую же взять то вот из этих упаковок возьму на на какую-нибудь а это острая наверно красный нарисован вот это не острая попробую можешь чтоб провести чтобы ему понравились чтобы большую упаковку взять вот здесь орехи в банках уже а это не орехи в банках это печенье в банках причем я слышала что у них вот это вот печенье в банках потому что очень много же разной живности в Таиланде там муравьи разнообразные все такое поэтому здесь это все закручивается для того чтоб туда не попадала всякая живность печеньки здесь опять же такие вот кто знает напишите я не знаю почему вот это вот все в бумажках это конфетки наверное скорее всего да конфеты или риски может быть какие-то со вкусами то есть все упаковано в маленьких мелких бумажечках это тоже что-то рыбное вообще все необычное вот помимо чая сахара вообще все остальное другое это вот палочки у них у нас такие палочки тоже есть доктор пеппер у нас называются у них с разными вкусами с клубникой с шоколадом с бананом это вот у меня Ваня так 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 штук любитель поэтому ему обязательно вот такие палочки я возьму вот это что то такое что это такое ну тоже какие то такие снэки это видимо вот это все отдел со снэками если вы обратите внимание вот то что у нас продается из знакомого я вижу только орео орео здесь стоит 30 бат 60 рублей так же как и у нас поэтому детей здесь можно абсолютно спокойно смело накормить вот даже в магазине все купить все что нужно все есть кроме чая если кто-то любит чай то чай лучше взять с собой ну тоже за 500 рублей как-то дороговато ну это вот сладости сладости конфеты здесь какие-то огромные упаковки что это такое дуриан чипсы это или фрукт или что легкая упаковка наверное скорее всего чипсы наверное из фруктов это прям большими упаковками манго сколько стоит не пойму 5 на 725 но практически все продублировано на английском языке написано тропическая манго вот упаковка 199 бат 400 рублей это отдел с разными сушеностями сушеностями ну я имею ввиду макароны разные вот эти вот с разнообразными вкусами все абсолютно не так как у нас нет знакомых нам фирм потому что у них здесь основная еда либо лапша либо рис 60 бат 60 бат даже видимо наверное со вкусом вот эти вот морской капусты есть макароны кто что любит очень много разных баночек смотрите тут весь отдел я теперь понимаю что у нас как бы ассортимент продуктов не настолько большой и это все самое-самое разнообразное вообще у нас ротан биг ланч и пожалуй там бизнес меню а здесь великое-великое множество масло растительное масло растительное а 61 три бутылки скидка что ли наверное какая-то семейный день написано 61 бат 120 рублей масло ну в принципе 100 рублей масло также как у нас стоимость по маслу огромный отдел с детским питанием напитков очень-очень много ух ты вот это что такое сок 54 бат апельсиновый сок это 108 рублей да маленькие вот эти вот здесь распространенные кстати маленькие баночки с кофе кофейным напитком 79 бат то есть холодные в основном пьют холодным охлажденные вот в 7-11 они там все в холодильниках стоят мои любимые напитки сейчас я посмотрю это что-то с лимоном мне нравится с кусочками фруктов я очень их а вот они с кусочками фруктов слушайте как же я их люблю прям я обожаю но сегодня вот эту пробовала мне не особо понравилось вот эту пробовала очень понравилось клубничный ну там кусочки везде одинаковы вот эта апельсина очень понравилось тоже с удовольствием выпила нужно еще вот наверное вот такого плана попробовать и зеленый тоже что это такое вот так здесь огромный-огромный отдел с этими напитками со всеми кола кстати литровая стоит 26 бат это сколько 52 рубля 52 рубля у нас 60 рублей стоит кола литровая ну кола так же как у нас стоит мне знаете еще вот интересно в плане торговли именно посмотреть со стороны что насколько огромный ассортимент здесь продукции представляете вот смотрите соков сколько здесь разных фирм этих соков стоит у нас G7 любимый тропикана ну в общем 5-6 видов а здесь очень-очень много дальше идет огромный отдел с косметикой косметика здесь есть европейская европейское мнение интересно потому что она и у нас есть а что есть из тайской посмотреть сейчас что здесь объем а у них смотрите даже щеточка показана где какая щеточка у туши такая щеточка такая кто какую любит вот знаете что мужчинам с нами ходить нельзя вот такая вот краска есть для бровей смотрите наборы для бровей 159 бат а интересно есть у них хна для бровей что я у них не видела для бровей не видела такие вот всевозможные карандаши помады помады и маски ну маски вот здесь цены я смотрю они не особо отличаются от наших на вот эти маски то есть у нас в районе там 100 рублей 80 рублей и здесь даже дороже вот допустим 69 бат 70 рублей 140 рублей маска стоит посмотрим в том магазинчике сколько это будет стоить такой отдел с помадами вот они карандаши для бровей видимо может быть воруют почему-то они в упаковке находятся тени идем дальше я вышла из продуктового отдела хотя бы аппетит пропал зашла туда где снеки были это что-то какие-то аптечные средства вот это вот вот что-то такое нарисована девочка аспирин слушайте аспирин продается в магазине это спирт я знаю вот эти вот в баночках спит пластырь по 55 бат это 110 рублей это что такое масочки что ли какие-то маленькие спа маски маски для лица а вот это хочется купить все и сразу паста но пасту отсюда лучше привести кругленькую кругленькую маленькую очень хорошая паста это вообще не знаю понятия не имею что это такое может быть какие-то кондиционеры для белья и порошок вот это видимо детские какие-то такие кондиционеры это что такое 27 бат а это биби крем там где бы написано биби крем значит нужно посмотреть в общем не зря оксана хвалила этот магазин в общем до этого магазина от нас идти 5 минут максимум и это очень-очень здорово мыло 48 бат это тоже мыло целые наборы там 45 бат бат очень большой отдел с зубными пастами ополаскиватели всевозможные ну тут тоже палочки в общем какой-то товар вынеси на который повторяется вот здесь такой видимо первой необходимости или чтобы лучше раскупали вот это бальзамчики их местные такая вот скажите огромная упаковка там их очень много 60 штуках там 1000 бат здесь эти бальзамы пользуются популярностью допустим у меня я не большой любитель вот этого вот запаха там типа камфоры какой-то запах или еще что-то такое а мужу нравится муж пользуется этим карандашом это не пойму что за отдел наверное салфетки какие-то матирующие салфетки для лица просто кто знает тот поймет что такое хотя бы сориентируйтесь по ценам сегодня у нас 15 января 2020 год эти цены актуальны на эту дату в общем это отдел с салфетками с женскими какими-то такими принадлежностями представляете такая огромная пачка двадцать двадцать две штуки что ли здесь пятьдесят восемь бат а такая вот сто рублей стоит большая это салфетки влажные тоже всевозможные сколько же здесь какой же здесь ассортимент огромный даже не укладывается мне такой ассортимент ух ты здесь же еще можно подняться на второй этаж а вот это вот свечечки какие-то слонят а вот это мыло тоже которое мы сейчас с вами при входе видели мыло тоже что ли здесь три на сто здесь одна штука сто стоят одна штука сто и поехал эскалатор на второй этаж здесь еще сувенир а здесь вот они еще и бальзамы же эти же самые продаются да все знают там для суставов разогревающие охлаждающие все такое сто двадцать бат здесь стоит один бальзам сто двадцать бат будем потом с вами смотреть в оптовом магазине сколько там стоит кошелечки кошелечки по тридцать девять бат маленькие побольше кошелечки шестьдесят девять бат это вот бальзамы алоэ вера когда ты если сгорел или еще что-то там с кожей у тебя проблемы сто девяносто бат охлаждающие такие бальзамчики очень хорошо если когда вот кожа сгорит пользоваться получается четыреста рублей такой бальзам стоит паста здесь кстати тоже вот она смотрите сорок девять бат и сто бат в том магазине вроде бы она там была по тридцать бат посмотрим здесь тоже мыло подушки и второй этаж это уже такой я так понимаю с одеждой по продуктовому мы с вами прошлись на этом этот обзор заканчивается и будет следующий обзор уже следующего этажа второго что же можно купить у нас здесь в бикси ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Редактор субтитров А.Семкин